Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 32 Имя Господа прославляю, воздайте славу Богу нашему, Он твердыня, совершенные дела Его и все пути Его праведны, Бог верен, и нет неправды в Нем, Он праведен и истинен. Но они развратились пред Ним, они не дети Его по своим порокам, род строптивый и развращенный. Сие ли воздаете вы Господу народ глупый, несмысленный? Не Он ли, Отец твой, Который усвоил тебя, создал тебя и устроил тебя? Вспомни дни древние, по мысли о летах прежних родов, спроси отца твоего, и Он возвестит тебе, старцев твоих, и они скажут тебе. Когда Всевышний давал уделы народам и расселял сынов человеческих, тогда поставил пределы народов по числу сынов Израилевых, ибо часть Господа народ Его, Иаков, наследственный удел Его. Он нашел его в пустыне, в степи печальной и дикой, ограждал его, смотрел за ним, хранил его, как зеницу ока своего. Как орел вызывает гнездо свое, носится над птенцами своими, распростирает крылья свои, берет их и носит их на перьях своих, так Господь один водил его, и не было с ним чужого Бога. Он вознес его на высоту земли и кормил произведениями полей, и питал его медом из камня и елеем из твердой скалы, маслом коровьим и молоком овечьим и туком агнцев и овнов, асанских и козлов и тучною пшеницею, и ты пил вино, кровь виноградных ягод. И уточнел Израиль, и стал упрям, уточнел, отолстел и разжирел, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Богами чуждыми они раздражили его и мерзостями разгневали его, приносили жертвы бесам, а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. А заступника, родившего тебя, ты забыл и не помнил Бога, создавшего тебя. Господь увидел и в негодовании пренебрег сынов своих и дочерей своих, и сказал, сокрою лицо мое от них и увижу, какой будет конец их, ибо они род развращенный, дети, в которых нет верности. Они раздражили меня не Богом, суетными своими огорчили меня, и я раздражу их не народом, народом бессмысленным огорчу их. Ибо огонь возгорелся во гневе моем, сжет до ада преисподнего и поедает землю и произведение ее, и попаляет основание гор. Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы мою, будут истощены голодом, истреблены горячкою и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд, ползающих по земле. Отвне будет губить их меч, а в домах ужас, и юношу, и девицу, и грудного младенца, и покрытого сединою старца. Я сказал бы, рассею их и изглажу из среды людей память о них, но отложил это ради озлобления врагов, чтобы враги его не возмнили и не сказали «Наша рука высока», и не Господь сделал все сие. Ибо они народ, потерявший рассудок, и нет в них смысла. О, если бы они рассудили, подумали о сем, уразумели, что с ними будет! Как бы мог один преследовать тысячу и двое прогонять тьму, если бы заступник их не предал их, и Господь не отдал их? Ибо заступник их не таков, как наш заступник, сами враги и наши судьи в том. Ибо виноград их от виноградной лозы Содомской, из полей Гоморских, ягоды их, ягоды ядовитые, грозды их горькие, вино их, яд драконов и гибельная трава аспидов. Не сокрыто ли это у меня, не запечатано ли в хранилищах моих? У меня отмщение и воздаяние, когда поколеблется нога их, ибо близок день погибели их, скоро наступит уготованное для них. Но Господь будет судить народ Свой и над рабами Своими умилосердится, когда Он увидит, что рука их ослабела и не стала ни заключенных, ни оставшихся вне. Тогда скажет Господь, где боги их, твердыня, на которую они надеялись, которые ели туг жертв их и пили вино возлияние их? Пусть они восстанут, помогут вам, пусть будут для вас покровом. Видите ныне, что это я, я и нет Бога, кроме меня. Я умершляю и оживляю, я поражаю и я исцеляю, и никто не избавит от руки моей. Я подъемлю к небесам руку мою и говорю, живу я вовек. Когда изострю сверкающий меч мой, и рука моя приимет суд, то отмщу врагам моим и ненавидящим меня воздам. Упою стрелы моей кровью, и меч мой насытится плотью, кровью убитых и пленных, головами начальников врага. Веселитесь, язычники, с народом его, ибо он отмстит за кровь рабов своих и воздаст мщение врагам своим и очистит землю свою и народ свой. И пришел Моисей к народу и изрек все слова песни сей вслух народа он и Иисус, сын Навин. Когда Моисей изрек все слова сии всему Израилю, тогда сказал им, положите на сердце ваши все слова, которые я объявил вам сегодня, и завещевайте их детям своим, чтобы они старались исполнять все слова закона сего. Ибо это не пустое для вас, но это жизнь ваша, и через это вы долгое время пробудете на той земле, в которой вы идете через Иордан, чтобы овладеть ею. И говорил Господь Моисей в тот же самый день и сказал, взойди на сию гору Аварим, на гору Нево, которая в земле Моавицкой против Иерихона, и посмотри на землю Ханаанскую, которую я даю овладение сынам Израилевым. И умри на горе, на которой ты взойдешь, и приложись к народу твоему, как умер Аарон, брат твой на горе Ор, и приложился к народу своему, за то, что вы согрешили против меня среди сынов Израилевых при водах Меривы в Кадессе в пустыне Син, за то, что не явили святости моей среди сынов Израилевых. Пред собой ты увидишь землю, а не войдешь туда, в землю, которую я даю сынам Израилевым.